Сентябрь 2017 года Именно тогда наша съемочная группа познакомилась с Евгением Касовских. Перевязка ран, раздача медикаментов, а если надо, то и доброе слово. Своих пациентов, людей без определенного места жительства доктор Женя любит, но, что самое главное, уважает, а не отвечает ему взаимностью. Единственный доктор, к кому я обращаюсь, это Женя. Почему? Не знает. У меня какое-то доверие к нему есть. Великолепный профессионал. То есть я когда сюда прихожу, я уверен в нем. За свое доброе сердце и такой важный труд Евгений был награжден медалью Уполномоченного по правам человека Челябинской области. С чего начинался путь доброго доктора и как близкие люди отнеслись к его волонтерской деятельности. Об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Главный герой». И сегодня у нас в гостях фельдшер, руководитель волонтерского проекта Евгений Касовских. Евгений, здравствуйте. Прости, Юля. Спасибо большое, что приняли наше приглашение и пришли гостем в нашу рубрику, где мы говорим с весьма интересными людьми. Вы стали уже в последнее время достаточно знаменитым. Давайте поговорим о том, как вообще началась ваша профессиональная деятельность или наоборот непрофессиональная, хобби ваше. С чего все началось? В первую очередь я хочу сказать большое спасибо, что вы правильно звали мою фамилию, потому что очень многие ее там искажают как могут. А второе, я будущий фельдшер, мне осталось год, я буду фельдшером. Ну, мы немного забежали вперед и привлекли, видимо, все-таки. Да, спасибо большое. Сейчас я обучаюсь в колледже медицинском, получаю уже третье образование, решил получить медицинское образование. И практика была у нас в больнице, я видел, как бездомные действительно страдают у нас в стране, даже в нашем городе. И потом был такой случай, что когда были сильные заморозки в том году зимой, и у меня два бездомных, они прямо возле подъезда так скитались, подмерзали уже. И я ходил им делать перевязки, выносил теплые носки. Ваши личные, да? Наши личные, да. И соседки сказали, давай-ка их отсюда, зараза, туда-сюда. И тут я задумался, нужно как-то сделать, наверное, у нас же не два бездомных все-таки, а побольше в Челябинске. И это даже в тысячах, даже можно перечислить, иду на как-то подумать, как-то сделать масштабную помощь все-таки. И дальше что? И тут я посмотрел видео-сюжет про доктора Лизу, потом мы с ней списались, и вот по ней я понял, как это можно просто сделать. Ну реально, нужно просто брать, идти и делать. Но вы один или у вас есть единомышленники? Я сначала был один, я полгода почти что ездил один, потом у нас появились у меня единомышленники, и сейчас студенты нашего колледжа подтянулись, и они, так сказать, проходят практику на базе. Евгений, ну все-таки как это произошло? Вот вы утром встали, проснулись, решили, что нужно поехать в какое-то определенное место и попробовать найти там людей без определенного места жительства. Или вы знали, куда нужно ехать? Понимаете, нет, это было какое-то стратегическое планирование, потому что, чтобы ездить, ты на такси не наездишься, и я пошел, выучился на права. Всю жизнь у меня были водители, а тут как-то вот водитель не стал, решил выучиться на права. Потом позвонил друзьям, они как раз продавали автомобиль, Ладу Калину, я говорю, ребят, так и так, вот я хочу заняться, вот сделать такой проект, как-то вот сейчас с финансами не особо, они говорят, да, вот забирай там за полцены, например. Но добрые дела не жалко. Я съездил в Уфу, забрал автомобиль, пригнал сюда. И во время регистрации автомобиля я познакомился с работником ГИБДД, который регистрировал этот автомобиль. Сейчас он мой такой, мой лучший друг. И его тесть на своем уазике нас возит сейчас к этим бездонным. То есть получилось, как-то вот, ну, как говорится, есть высшие силы, и если человек планирует сделать какие-то добрые дела, то всегда ему будет дорога открыта. И потом я познакомился с пищей жизни, ребята, которые оказывают, которые кормят бездомных на улице. Я присоединился к ним, сначала с ними ездил, и начал делать просто перевязки, спрашивать, что как бы нужно все-таки. Ну, это наше первое место. Я вот никогда не забуду свой первый приезд, когда я говорю, ну, идет молодой человек, у него там подсохшая кровь на ушах, ну, драка какая-то была, возможно, и чем. Я говорю, вам нужна перевязка? Такой, нет. Я говорю, так ведь бесплатно. Ой, нет, вообще не надо, как бы. Почему? Боялись? Люди боятся, тем более, когда бесплатно, это, ну, второй день они потом подошли, я сделал перевязку. То есть первый день не получилось... Никого не было, да, никто не подошел. Сколько вы там просидели, простояли? Ну, часа, наверное, два, два-три на солнце мы простояли, я там потом помогал еду раздавать. Потом в следующую субботу приезжаю, он все-таки подошел, говорит, ну, давай, как бы, я решился сделать, я сделал перевязку, он говорит, прямо вот как-то легче стало. Он увидел эти белые бинты, он говорит, что-то прямо как-то что-то со мной случилось, ладно. Потом приезжаю я на третью субботу, и уже пришло человек, наверное, в восемь. И я понял, что тут работы мне будет достаточно. Засучил рукава и начал работать. А где берете медикаменты? А потом у нас приехали СТС, о нас рассказали, честно. Вот, медикаменты мы берем, ну, у нас сейчас штат расширился, сейчас мне стало, я думал, мне будет полегче, но сейчас у нас есть фармацевт в штате, из волонтеров, да, девушки, она, я ей подаю там заявку, что нужно, например, там 18 бинтов, 39 там пластырей и так далее, она все это оформляет, она делает закуп по накладной. А где берете деньги? То есть это ваши деньги? Деньги, которые за неделю нам поступают на наш счет, да, мы создали группу ВКонтакте, назвали другая медицина, и мы у людей просим деньги. Ну, по-другому никак не скажешь, реально мы просим деньги, потому что сначала я вкладывал свою стипендию, потом свою зарплату, потом я устроил, смотрите, работу как-то это протянуть, но у меня как-то я не стал уже выезжать, и мы стали уже просить людей уже помощи. Вы знаете, у нас челябинские люди сразу же откликнулись, прямо сразу же, прямо начали звонить, ну, вот давайте мы там 100 рублей пришлем, больше не можем. Я говорю, так и на том спасибо, это же три бинта. Я поняла, что за время вашей благотворительной деятельности на протяжении года судьба вас сводила с очень хорошими и правильными людьми, но тем не менее, не спросить не могу, как вот ваши близкие относятся к вашему хобби? Вы знаете, ну, близкие, начнем с родителей. Честно скажу, сначала, конечно, они говорят, ну, думали, что это временное вовлечение, это так на чуть-чуть сейчас поможет, будет переключаться на другую какую-то помощь. Ну, поняли, что это уже как-то так стало основательно. Честно скажу, у меня мама купила швейную машинку, сейчас она у меня шьет рукавицы, шьет там, то есть все подшивает, штаны и так далее для моих бездомных. Спасибо вам за то дело, которое вы делаете, спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и рассказали нам о своей деятельности. В гостях у нас был будущий фельдшер, руководитель волонтерского проекта Евгений Касовских. Меня зовут Юлия Анфалова, удачи и увидимся на СТС.